А как вообще должен быть составлен опрос, чтобы его нельзя было заподозрить при страстности? Мне придется отвечать общими словами. Он должен быть составлен, ну что ли, согласно каким-то методологическим канонам. Чтобы не было каких-то вопросов, в которых есть утверждение. То есть, чтобы не было подсказок в самой формулировке вопросов, это одно очень-очень такое жесткое условие, я бы сказал. Кроме, конечно, можно делать и опросы, где есть какие-то уже высказывания, которые выражают четко позицию. Но они, как правило, преподносятся не в форме вопроса, а высказывания, с которыми можно согласиться или не согласиться. Это иная... То есть, считаете ли вы что, например, да? Это может быть вопросом, но если, ну допустим, вопрос, ну я сделаю, может быть, очень карикатурный вопрос. Да, конечно. Карикатурную вещь, чтобы как-то проиллюстрировать это. Ну, допустим, задается вопрос про какого-то из кандидатов. И формулировки вопроса присутствуют. Опять-таки, как я уже сказал, карикатура. Всем известно, что этот человек является не одинажды подвержен каким-то преследованием. Со стороны? Да, со стороны каких-то органов. Но, тем не менее, он является кандидатом на должность премьера. Как вы оцениваете его кандидатуру, допустим? Это, ну как бы, да, понятно. Первая часть, это подсказка была. Да, это подсказка или уже как бы некое утверждение, или уже сразу попытка преподнести вот конкретного кандидата в каком-то определенном свете. Это уже, как я уже сказал, карикатура, но в мелких деталях это тоже нельзя упускать. Потому что какие-то намеки на это можно определить. Ну, далее можно очень-очень вроде бы невинно составить и варианты ответов. Если это так называемый закрытый вопрос, в котором есть сразу преподносится набор ответов, человек может выбрать один из них. Там соотношение так называемых положительных ответов может не соответствовать количеству так называемых негативных ответов. Или же наоборот, количество положительных каких-то вариантов ответов может быть меньше, чем отрицательных. И потом их, как правило, можно суммировать и уже выдавать за какой-то интерпретационный продукт, основываясь на какой-то опрос. Ничего себе. Ну, это такие достаточно примитивные детали. Они, как правило, в среде профессионалов ими пользуются в качестве шуток. Потому что в реальной жизни они встречаются очень-очень редко. Такие вот совершенно некорректные вещи, абсолютно некорректные вещи. Я не помню, что в Латвии были бы. А может ли агентство выдать нужный результат? Конечно. Да, конечно могут, конечно могут. То есть, работать по заказу. Вы знаете, у меня есть форма ответа достаточно отработанная на такого рода вопрос. Опрос заказать можно, но результат нельзя. Ну, потому что любое серьезное агентство. Я уверен, что в Латвии все более-менее серьезные агентства пытаются быть, ну что ли, долговременными игроками на этом рынке. Ну, поэтому вульгарно продаваться я не смею даже предположить, что кто-то может это сделать. Это было бы наивностью и глупостью это делать, потому что такие вещи не проходят мимо. Рано или поздно они всплывают. И, может быть, не в признании какого-то конкретного исследователя или же его заказчика, но в виде несоответствия результатов какого-то реального события, ну, выборов в данный момент, по сравнению с теми прогнозами, которые кто-то пытался делать на базе опросов, ну, они станут заметными, несомненно. То есть депутация это вещь достаточно хрупкая, ее трудно заработать. Тем более на таком маленьком рынке. Тем более, да, тем более. Ну, тем не менее, ну, в истории мы знаем, в нашей истории, недавней истории. Я помню прекрасно 95-й год, это предвыбранная компания на выборах 6-й Сейм. И тогда была партия Народное движение Латвии под руководством Иоахима Зигереста. Это знаменитая компания с бананами и с автобусами, которые возили людей в Ялгову голосовать. И тогда были, у него была своя газета, у него были 5 минут новостной передачи на телевидении, которая, как правило, завершалась как минимум раз в неделю с объявлениями результатов какого-то опроса, которое проводило никому неизвестное, без названия, агентство британских социологов, работающих в Латвии. Значит, и звучит, как британские ученые, которые себе что-то открывают. И там было очень-очень замечательно преподносилось. По тем временам это казалось фантастическим хамством, когда говорилось, что президент номер 3 это Горбунов, номер 2 это Улманис, Гунтес, который являлся тогда президентом. Горбунов, если напомню, являлся тогда председателем Сейма. И потом, как правило, завершалось это. И вы не поверите на первом месте. Кто бы вы подумали. Да, это было замечательно. После этого, конечно, никто об этом агентстве больше ничего не слышал. Но вот такая модель предвыборной кампании тогда была в новизну. Это был шок для всего общества. Но успешный шок. Успешный для самой партии. Скажите, пожалуйста, по какому принципу вы подбираете кандидатуру, кого опросить участвовали? Я вот 20 лет уже мечтаю, чтобы кто-нибудь меня спросил. О чем вы спросил, да? Никто не спрашивает, да и мои знакомые, короче. Никто, никогда. Никто не спрашивал. Вот подверьте, пожалуйста. Спасибо. Видите, какие у людей мечты. Да. Я не первый раз услышал такие мечты. Вы знаете, да. Мне иногда, на самом деле, очень трудно ответить на этот вопрос. Потому что опросы проводятся в общем и в целом, кажется, по Латвии достаточное количество. Мы просчитывали вероятность того, что человек попадется на опрос, если вот вы проводили только бы наша компания. Вероятность относительно невелика, потому что, ну, не опрашиваются многие тысячи людей, это очень редкие опросы. Как правило, опрашивается при стандартном опросе общественного мнения одна тысяча постоянных жителей Латвии или же граждан Латвии, в зависимости от цели опроса. 1200 иногда у нас стандартная выборка, 1200, 1500 иногда. Телефонные опросы, как правило, меньше. Но вероятность попадания каждого отдельно взятого человека, вопрос это, по-моему, один раз в течение 25 или 30 лет. Я уже точно сейчас не помню, мы рассчитывали эту вероятность. Но вместе с тем я знаю многих людей, к сожалению, я бы сказал, к сожалению, которые в течение последних 5 лет попадались и на 6, и на 7 опросов. В Риге это часто связано с тем, что бывают дома, в которые невозможно проникнуть. И это в целом проблема по всему миру и вообще для всех исследований, для всех опросов, где нужно опрашивать людей, что люди пытаются жить обособленно. Но это вы имеете в виду опросы, которые вот живьем, не по телефону, да? Да, да, да. По телефону тоже не так уж просто, потому что количество так называемых обычных телефонных линий в Латвии порядка 51% на общее количество домохозяйств. И это рискованно мало, я бы сказал. Но сказать, что мы уникальны в этом смысле нельзя, потому что во многих странах мира ситуация складывается все сложнее и сложнее. Сейчас в моду вошли опросы интернет-панелей, то есть когда людей вербуют через интернет, вербуют разным другим способом и способами, и они опрашиваются через интернет. Но там одна проблема, часто трудно проверить, трудно проверить, реально ли человек тот, за которого он себя выдает. Я, допустим, участвую в трех панелях в качестве женщины разного возраста, но я везде оставил свой телефон в надежде, что мне позвонят и проверят. Пока что никто не звонит. А вот как же те опросы, которые периодически звонят, вот мне, например, раз в месяц обязательно звонит какая-нибудь фирма и спрашивает меня о чем-нибудь? Ну, это телефонные опросы, но вам везет, что ваш телефон в базе данных где-то... Везет, вы считаете? Ну, по-разному можно это воспринимать, но бывают люди, которым действительно чаще попадаются у других. Я знаю, кстати, что есть некоторые места в Латвии, небольшие населенные пункты, где опросы проводятся достаточно часто, потому что они как-то ближе тем людям, которые составляют выборки. Мы уже тут до эфира говорили, август очень плохой месяц для проведения опросов, особенно сейчас, вторая половина августа начинается следующей недели. Потому что люди возвращаются из отпусков, они должны готовить детей в школы, и, как правило, это сопряжено с большим количеством непрогнозируемых затрат. Мы планируем, что пустить ребенка в школу будет стоить там столько талант, а на самом деле оказывается в два раза больше, и люди становятся злыми. И я помню 2003 год, по-моему, когда Латвия вступала в Европейский Союз, у нас проводился референдум где-то 20, если не ошибаюсь, сентября, и в августе при опросах общественного мнения отношение к Европейскому Союзу стало крайне негативным. И я помню, когда чиновники волновались и думали, что это будет невероятный провал, который практически невозможен, хотя тогда мой весь жизненный опыт, профессиональный опыт подсказывал, что это поза избирателей, тех людей, которые пойдут, будут принимать участие на референдуме, и что это никак не связано с их, ну что ли, настоящим поведением, которое мы увидим, соответственно, в день референдума. И все было замечательно, я помню, когда я тоже ходил немножко нервный, подогретый вот этими чиновниками и политиками, когда в первых числах сентября у всех банкоматов стояли длинные-длинные очереди. Я понял, зарплаты начали перечислять, люди начали успокаиваться. Политики тоже используют эти сезонные погрешности, помехи? Они в них участвуют, несомненно. Вы знаете, у нас в конце этой недели ежегодный праздник для католиков, это Аглона, куда стекается большое количество верующих со всех районов Латвии, они идут крестными ходами, многие иностранцы. Это такая очень благостная среда, и я на все сто уверен, что там появятся все возможные политики, которые будут принимать участие на этих выборах. Это та сезонная погрешность, которую они будут пользоваться вовсю. А вот эти две последние недели августа, активность политических партий, как вообще? Пора бы уже, мне так кажется? Ну, наверное, пора, но, вы знаете, опять-таки, мы всегда ожидаем немножко большего, чем политики готовы дать, особенно при нынешних, достаточно жестких все же ограничениях на рекламу. Я думаю, взрывная кампания начнется в сентябре. После зарплаты. После зарплаты, да. Это всегда такое бывало, это будет возрастать такое напряжение, я думаю, что будет в этом году будет больше информационного, что ли, напряжения, и борьба будут проходить через новостные, что ли, вещи, связанные со СМИ, больше, чем в предыдущие года. Вот на прошлых выборах ноу-хавом каких-то партий являлась реклама так называемых третьих лиц, которая потом сыграла достаточно злую сутку с теми партиями, которые пользовались этой рекламой. В этом году, я думаю, что будет игра через разные каналы с массовой информацией. Интернет активно используется? Если мы войдем в интернет, то ощущение такое, что там уже все кипит от предвыборной кампании на уровне комментариев, размещенных статей, ссылок, рекламы и так далее, и так далее. Интернет, несомненно, это новая среда для политиков, она более свободная в том смысле, что... И менее контролируемая со средствами, да. Менее контролируемая, не подвержена ограничениям каким-то, если это неплатные какие-то вещи, которые там пользуются. Поэтому, наверное, там кипит все, но это затрагивает не всех, не всех. На самом деле, это затрагивает не совсем большое количество людей, потому что количество людей, посещающих интернет, достаточно высокое, но они пользуются теми вещами там, что им интересно и важно. Я не думаю, что они далеко и глубоко влезают в политику. Спасибо.